Автомобили, это автомобили, это автомобили с правым рулем. Подбор автомобиля с вами. Когда вы приезжаете на вторую камеру, Александр это постоянный клиент. На рынке эстакады у нас имеются. Дергалось, дергалось, недокручено. Подбор идет, значит пасса. Молис половины баллов, GT комплектация. Почему решили обгонную камеру постревать? Не первый раз помогаете. В команде Александра. И полное сопровождение. Это вообще большая штука. Люди знают, куда ехать. Колеса обслуживания автомобиля, замена масла в двигатель. Дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале. На канале о лучших автомобилях. А лучшие автомобили это автомобили, это автомобили с правым рулем. Так, что же у нас сегодня будет? А сегодня я вам покажу, как происходит подбор автомобиля с вами. Когда вы приезжаете на вторый рынок в зеленый угол. И без вас. Когда вы не приезжаете сюда. Значит, первый подбор автомобиля. К нам приехал Александр. Александр это постоянный клиент. Мы с ним уже видели, встречались год назад. Вот они пошли, сейчас будут делать подбор автомобиля. Запрос такой. Нужна клевая машина. Клевая машина для супруги. Бюджет 1 200 000. Вот. Но я так думаю, это будет Toyota Pass. Какая-нибудь комплектация. Комплектация мода. В общем, обязательно. Что сегодня найдем, я вам покажу. И второй запрос. Поиск автомобиля без вас, да. Когда вы не приезжаете. Значит, запрос. Toyota Race. Передний привод. Комплектация Z. Максимальная. Желательно автомобиль на круговом обзоре. Ну, как бы можно. Можно и без него. Пробег минимальный. Там до 50 000. Но я хочу найти машину. Хочу найти машину с пробегом меньше. Бюджет на автомобиль. 1 850 000 рублей. Вообще, как начинается подбор автомобиля. Неважно, как он происходит там. Либо без вас, либо с вами. Вот точка, начальная точка. Это авторынок, зеленый угол. Самая последняя стоянка. 11-я стоянка. Вообще, рынок у нас, грубо говоря, там разделено две части. Вот есть правая сторона, есть левая сторона. Опять же, да, смотря, смотреть, как мы заходим. Начинаем с 11-й стоянки. Идем на выход и смотрим все автомобили. Вот сейчас мы будем смотреть все рейзы. Абсолютно все, которые попадаются у нас на пути. Видео снимается 10-го числа. 10-го сентября выйдет оно 11-го сентября. Раннее утро, 9 часов. Вот рынок только-только открылся. Стоянки еще пустые. Практически никого нет. Ребят, ну и буду показывать, да, вот на некоторых стоянках вообще количество автомобилей, которая стоит. Может быть, там где-то буду захватывать цену. Вот, пожалуйста, Impreza стоит. Миллион четыреста семьдесят пять автомобиль. Две тысячи шестнадцатого года выпуска. Также, друзья, не забываем подписываться обязательно на другие мои социальные сети. Это ВК, это Телеграм и второй Ютуб-канал. Все ссылочки, все ссылочки под этим видео, они будут указаны. Итак, собственно, вот он стоит перед нами, Toyota Race. Это новая модель. Для тех, кто не знает, такой экземпляр красавчик начали производить в 2019 году. Объем двигателей у них идет один литр. Привод идет передний. Также есть автомобили 4WD. Есть G-комплектация, Z-комплектация. Там, ну, знаете, по комплектациям не особо много. Итак, собственно, как делается подбор автомобиля? Вот, нашли, нашли автомобиль. Изначально смотрим внешне автомобиль на предмет каких-то там дефектов, косячков небольших. Потому что, ну, кто хочет отдать там полтора миллиона, ну, полтора миллиона, там, миллион восемьсот, да, за автомобиль, который будет коцаный. Залазим под ней, смотрим на наличие ржавчины. Естественно, проходим автомобиль толщиномером. Смотрим, какие скрашены детали, какие, что не красят. Но здесь, однозначно, вот в сегодняшнем подборе машина, она должна быть, ну, идеальная, наверное, это сильно сказано, да, потому что идеальная машина, они только с завода. Там даже 5-ти бальны, даже 6-ти бальны машины. Если мы заходим придраться, какую-нибудь там маленькую косточку, мы на автомобиле найдем. Но это уже не идеальный автомобиль. В общем, изначально смотрим внешний вид, залазим под низ, смотрим толщиномером и, естественно, открываем аукционный лист на автомобиле. Аукционный лист, он нужен, чтобы узнать пробег на автомобиле, ну и топляк, не топляк. По-другому, к сожалению, если машина топленная, ты не узнаешь никак. Почему? Потому что, если этот топляк, он у тебя будет реально как новый. Он чистится, он вымывается весь. Ну вот, перед нами стоит два рейза 20-е года. Да, этот стоит 1,680, он лучше по комплектации. А этот стоит 1,780. Ну, видимо, у него пробег идет поменьше. Тут еще, ребят, смотрите, какая ситуация. Значит, у них есть круговой обзор. Круговой обзор, да. Но вот в первую очередь, как он смотрится. Вот, если нет, если есть вот этот рожок, его вроде бы как бы нету, да, кругового обзора. Но попадаются автомобили, где есть вот этот рожок. И вот у нас спряталась камера. 23. Пробег вот на вот этом автомобиле 23 тысячи. И вот здесь, да, ну вот стандартный круговой обзор. В общем, первый ориентир это рожок. Рожок есть. Скорее всего, кругового обзора не будет. Но, может быть, он и будет, как в этом варианте. Итак, давайте покажу вам состояние салончика. Ну, пробег, что, 23 тысячи. Что тут говорить про состояние салона? Здесь все у нас хорошо. И, кстати, обратите внимание, он еще идет такой двухцветный. В-первых, штатное литье, черная крыша. Черная крыша. А у этого автомобиля пробег 60 тысяч. Кстати, крышка багажника здесь идет пластиковая. И, да, неплохое багажное отделение. Плюс, смотрите, какая глубокая ниша. И новая запаска, ребят. То есть, внешне два вот этих автомобиля посмотрели. Они полностью устраивают. Устраивает комплектация. Ну, пробег 60 тысяч, конечно, хочется найти пробег меньше. Аукционные листы тоже будут сейчас проверяться. А здесь есть аукционный лист. Здесь лежит у нас аукционный лист. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас тут лежит. Ну, я думаю, что это этот аукционный лист. То, что это его. В любом случае будем проверять. Ну, опять же, да, 60 тысяч. 60 тысяч все-таки многовато. Да, и, ну, хочу найти, хочется найти машину с меньшим пробегом. Мы это обязательно сделаем. То есть, вы, ребят, не просто так обращаетесь. Не лишь бы просто пройти по рынку. Найти вам какую-нибудь машину. Да, и чтобы вы от нас отстали. Действительно, делается подбор автомобилек для себя. И понятно, что по видео всего не передать. Но машине уделяется, уделяется очень много времени. В общем, подбор как для себя. Перед нами 3 рейза. 4 ВД. Рассматриваем, ребят, все автомобили рассматриваем. Ну, и так, 20-й год. 20-й год. 4 ВД, 4 балла, 1 миллион 765 тысяч. Ага, там 4, тут 3 с половиной. Пробег 90 тысяч. 4 балла тоже 90 тысяч пробег. И 4 балла. 94 тысячи пробег на автомобиле. А не важно, автомобиль 4 ВД, не 4 ВД. Обязательно осматривается днище. При необходимости автомобиль загоняется на эстакаду, на яму. На рынке эстакады у нас имеются. Тут беда, ребят, с мордой. Дергалась, дергалась, дергалась. Не докручена. Ну, капец. Рейс, 1 миллион 850 тысяч рублей. 4 балла, 20-й год. Пробег 63 тысячи. Сонары, туманки, штатное литье, новая резина, можно сказать. Также, обращая внимание, он идет на круговом обзоре. Это Z-комплектация, пробег 70 тысяч. Ну, 1 миллион 850 тысяч рублей. Дальше стоит такой моднявый, 19-й год. Турбо, 5 баллов, пробег 13 тысяч. 13 тысяч. 1 миллион 880 тысяч рублей. Он тоже идет на круговом обзоре. Так, вкратце покажу вам. Здесь пластик идет. На выбор, как правило, предоставляется несколько вариантов. Это 2-3 варианта. То есть нет какого-то, что находится какой-то вариант, и вы должны его приобрести. Бывает такое, да, когда вот ты понимаешь, что это один-единственный, который нужно покупать, тогда, да. Так, ну что, полрынка у нас позади. Полрынка позади. Есть уже какие-то наметочки, заметочки. Параллельно идет поиск пасека. Пасека. Подписываемся, смотрим дальше. Пейзо, они есть. Перед нами стоит автомобиль, 20-й год. Так, пробег 32 тысячи. Вот данный вариант нам подходит. Стоит он 1 миллион 880 тысяч рублей. Он идет без кругового обзора, на летней резине, на штатном литье. Кстати, размер колес. Резина идет 19-го года, колеса стоят 17-й радиус, ребят, 195-60 на 17. И вот этот идет на круговом обзоре. 4,5 балла. Зетка. Зетка. 1 миллион 850 тысяч рублей. Шестая стоянка. Шестая стоянка, одна из самых больших стоянок. То есть здесь две большие стоянки. Это шестая и так называемая яма. Посмотрите тоже, сколько стоит автомобилей. Очень много. И вот как раз стоит то, что нам нужно. Рейс. Кстати, обратили внимание, да? Ну, опять же, ребят, я не все автомобили показываю. Они такого. Интересная палитра у рейсов идет. Прям интересно. 3 балла машина, 1 миллион 720. Пробег на автомобиле, пробег на автомобиле 20 тысяч. В принципе, вы знаете, я вот смотрю, если это настоящий аукционный лист, а я думаю, он настоящий. Страшного, страшного. Вообще ничего нет. То, что 3 балла. То есть были какие-то вмятинки. И скорее всего, ушло все просто локально. Такое сейчас бегло осмотр на камеру. И дальше будем подробно смотреть. Есть машины. 3 балла, 3,5 балла. Лучше, чем 4 и так далее. Ага. Мы сейчас будем подробнее смотреть этот вариант. Он идет без кругового. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, ребята, практически весь рынок мы обошли. У нас осталась одна вот эта вот огромная стоянка в простонародье. Она называется яма. В принципе, отсюда начинался авторынок в зеленый угол. Сейчас я вам вкратце показал на камеру, как осматривается автомобиль. Это вкратце. В дальнейшем к автомобилю подключили сканер. Сканером обязательно проверяйте автомобиль. Подключили сканер, посмотрели по всем системам. По всем системам вопросов нет. Естественно, сделали тест-драйв на автомобиле. Прокатились на автомобиле по подвеске. Тоже вопросов нет. Больная тема, кстати, у этих автомобилей. И это у них идут линки. Так, заказчик Алексей. Ну, видео снимается не в моменте. Да, видео снимается в течение дня. Он уже, можно сказать, приобрел себе вот этого вот серого-серого рейса. Сколько он там у нас? Миллион восемьсот он стоит. На дроме он стоит, как сказал продавец, дороже. Соответственно, миллион восемьсот это крайняя цена. Автомобиль хороший, хороший. По Японии у него идет один окрас. То есть, у него клевая комплектация. У него идет круговой обзор. У него идут подогревы. У него идут слепые зоны. Серый, практичный свет. Но по мне, по мне так... Ну, допустим, рейзу круто идет белый цвет. Идет вот зелененький цвет. Ну, и как бы, я говорю, подбор делается как для себя. Поэтому я говорю, давай уже вот дойдем. Дойдем, пройдем вот эту вот стоянку. Посмотрим, что будет. Ну, не знаю. Говорит, хочу белый. В общем, сейчас спускаемся. Спускаемся сюда. Смотрим, есть ли там какие-нибудь хорошие варианты. Если нет, то я думаю, будем забирать вот этот вот серенький автомобиль. Пойдем. Ну, так. В общем, я, знаете, всегда говорю то, что торопиться. Торопиться никогда никуда не стоит. Рейс. Двадцатый год. Зет-комплектация. Один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч. Пробег на автомобиле двадцать две тысячи. Аукционная оценка четыре с половиной балла. Он весь идет целенький. Машина не ржавая. На штатном литье. Хорошая тоже летняя резина у него. Сонар и туманки. Бесключевой доступ. Камер кругового обзора здесь нет. Зеркала заднего вида. Идут слепые зоны. Есть у него подогревы. Пробег двадцать две тысячи. Четыре с половиной балла. Стоимость автомобиля один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч рублей. Я уже такую полноценную проверку вам... Ну, не полноценную, а проверку показывать не буду. Не будем тратить время. Так, ну вот тут ребят мы встретили. Подбор идет. Значит, паса мода восемнадцатый год. Восемнадцатый год. Пробег у него тридцать пять тысяч. Это мода комплектации. Есть еще один вариант с пробегом семнадцать тысяч. Но, ребят, пасека я вам обязательно покажу. Чуть-чуть попозже. Ну, для меня чуть попозже. Для вас это очень-очень быстро. Хороший вариант. Семьсот... А, стоп, девятьсот. Девятьсот. Господи, сколько же она стоит? Семьдесят пять. Вот этот вариант. Есть у него нюансы по кузову? Есть. В общем, будем дальше определяться. Так, в общем, приехали мы на Китай-город. На Китай-город многие с авторынка «Зеленый угол» едут сюда. Почему? Потому что здесь, ребят, можно купить все. Ну, реально, такое место, где продается очень-очень много всего. Сделали сейчас парковку здесь платную. До этого она была бесплатная. Вот, но я как-то вот машину оставляю за шлагбаумом. Знаете, даже здесь продаются такие вот комплекты. Многие-многие хотят автомобиль обматывать сами. Приехал, комплект купил. Вот дальше, с правой стороны в магазине стройматериалов продается. И сам-сам обмотал. Услуги по обмотке автомобиля здесь тоже предоставляют. Знаете, что хочу сказать? Обматывать нужно правильно. Недавно уехал в Везель. Везель. Буквально через сутки звонок закипело. Перегрелся вариатор. В чем дело? Короче, оказалось... Машина клевая была. Машина была с минимальнейшим пробегом. Ну и оказалось так то, что обмотали неправильно, обмотали неправильно. И просто не шло, не шло охлаждение. Вот, поэтому делайте все внимательно. В общем, дальше едем. Подобрали все-таки не моду, не паса. Как видите, подобрали танк. Александр нам сейчас немного про него расскажет. Сюда приехали поменять магнитофон. Сразу предвидя кучу комментариев. Магнитофон китайский и так далее и тому подобное. Поверьте, в магазине вам продадут то же самое, то же самое. Только намного дороже. Александр, скажите нам пару слов. Вот за сколько обошелся магнитофон? Я про магнитофон начал напротив машинки разговаривать. Добрый день, 12 тысяч. Вот, 12 тысяч. Я это веду к тому, что если поехать в магазин, там такой же будет стоить в два раза дороже. Это уже проверено все на себе. Но мы реально разбирали магнитофоны, смотрели по маркировке. Все один в один. Ну и пару слов о машине. Машину беру жене. Он уже видео отправил. Спасибо большое команде Александра. Все помогли. Людей технически все проверили автомобиль. И полное сопровождение. Это вообще большая штука. Люди знают, куда ехать, какие цены и так далее. Сейчас дальше что будете делать? Масла обслуживать нужно? Да, я заменю масла в коробке. Заменю масла в двигателе. Поменяем автошины. Ну и все, и в добрый путь. Почему танк? Был же паса. Прерогатива была интересный цвет. Синий. Понравился, во-первых, жене как понравился синий цвет. Ребенок хочет. Маленький ребенок. Вот синий, хочу машинку. А танк чем приезжает? Большой автомобиль, вместительный, так скажем. Его к разряду городских, семейных вполне нужно отнести. Согласен, да. И багажничек повыше, побольше, так скажем. Какой год? Это 17-й год. Пробег 53 тысячи. 1,120 миллиона. И смотрю камеру. Вот мы по телефону с вами разговаривали. Камеру хотели устанавливать? Камеру обгону, да. Ребят, сразу поставили. Путь долгий, более 7 тысяч километров. Я думаю, что будет большим плюсом в обгоне транспортных средств. Ну и, соответственно, магнитолы. Хорошие магнитолы сделали. Будем смотреть видео, песни слушать. Значит, давайте я вам вкратце расскажу немного про автомобиль. Итак, ребят, это 4,5 балла. GT комплектация. 53 тысячи пробег. Кузовщина идет вся целенькая. Из минусов это задние колеса. Тогда с колесом по задней части не таки тут порепаны. По передней части вопросов нет. Да и вообще, в принципе, вопросов по автомобилю больше нет. Значит, здесь что? Давайте покажу салон. Салон, крышка багажника. Напоминаю, здесь идет пластмассовая. Посмотрите, в каком состоянии салон автомобиля. И да, он идет с запаской. Это, конечно же, огромный, огромный плюс. Видите, да, то, что задние сидения, они двигаются вперед-назад. Это тоже очень такая удобная функция. Баковые двери идут сдвижные. Что-то тут Александр уже прикупил себе какие-то, видимо, это в туманочке. Значит, смотрите. Многие, да, привыкают к правому рулю. Привыкают к правому рулю. И боятся обгонять. На самом деле, страшного здесь ничего нет. Пока вы доедете до дома, вы привыкнете. Но, тем не менее, кто-то идет. Во-первых, смотрите, ребят, поменяли магнитофон. Стоимость магнитофона сколько? 12 тысяч, по-моему, Александр озвучил. У вас стоит огромная магнитола на андроиде. Подключаетесь сюда Wi-Fi через телефон. У вас полноценный телефон, полноценный планшет стоит в автомобиле. Круиз-контроль, две двери, кнопка старт и так далее. Ну, многие идут дальше, да, и получается, смотрите, сейчас покажу вам. Так, ставят камеру на обгон. Хозяина уже пустили, собственника в автомобиль. Пару слов буквально. Я вот начал про камеру рассказывать, почему решили обгонную камеру поставить. Дорога дальняя, добрый день всем. Дорога дальняя, более 7 тысяч километров. Соответственно, как бы не первый раз к Александру обращаюсь. Спасибо вам отдельно. Благодарю. За его поддержку, за его помощь. И как бы, ну, при авгоне транспортных средств очень сильно будет мне помогать. В дороге еду, еду, поеду один. Как бы, это большой плюс будет. Смотрите, как это выглядит. И мне нравится, конечно, здесь огромный магнитол. 12-й, да, вы сказали, она, по-моему, стоит. В общем, смотрите, ситуация такая. То есть, мне обошлось это прекрасное магнитола, плюс шикарный видеорегистратор. Ну, это данный метод камеры обгона. Я сдал свою магнитолу сюда, чтобы мне придать, куда ее девать. И сразу они взяли. Мне, в общем, все с установкой обошлось в 10 с половиной тысяч. Вообще классно. То есть, сдал свое, взял новую магнитолу, взял новую рамку, взял видеорегистратор. Плюс работа 10 с половиной тысяч, пожалуйста. Машина довольна? Машина доволен. Сейчас на трассе еще посмотрим, как она себя в ее технические проверили, юридические проверили. Все документы с собой. Отправил в семью, так скажем, машину. Машину жене показал. Вообще, машина для жены. Мне тоже нравится. Классный вариант. Я думаю, супруга оценит автомобиль. Однозначно. Дети тоже будут в восторге. В школу возить. И так далее. Будет все шикарно. И отдельно спасибо. Еще раз вам, Александр. Все, благодарю вас. И первый раз помогаете. Спасибо. Спасибо. На камеру уже снимать все не буду. Мы поехали дальше. Поехали дальше. Нас ждет замена колес. Замена колес обслуживания автомобиля. Замена масла в двигателе. Замена масла в вариаторе. Ну и, наверное, все. С этим автомобилем закончим. Александр спокойно поедет к себе домой. Ребят, ну что, на сегодня все. Будем заканчивать. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Кто подписался на канал. Вот. Мы поехали дальше. Дальше работать. Вам хорошего дня. Точнее, уже прекрасный вечер и хорошего настроения.